три семерки когда-то старые были за моей спиной сейчас там банк из которого вышел где я получаю периодически пенсию и в большие случаи не могу вам не показать окрестности вот здесь когда-то был магазин Мугурел сейчас видите Венелла локация та же вот так вот примерная конструкция осталась но вместо Мугурела сейчас ломбард есть в основном супермаркет Линелла новая аптека Феличия очень много аптек это перекресток свободы и солдатской по диагонали всегда стояли бабушки помните по моим видео там Петиоля все остальные вдоль забора детского садика почему-то их нету сейчас я не знаю а собственно покажу вам немножко вот видите где ступеньки вот этот банк здесь раньше была офигительная бодыга три семерки у Стёпы Стёпа так и остался а вот сейчас видите вот три семерки оно вот название осталось но все поменялось не вот этого теплого уютного кафе с бильярдом с простыми столиками с катертями сейчас вот на его месте такая вот крытая крытая терраска а вот Стёпы здесь и я пока получал пенсию вот заказал себе кофе 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 моё мой ждал ждало меня прошу не цепляться к к этим моим словам или ошибкам, потому что кофе, оно или он все равно, чаем он не станет с молоком никогда или компотом. Вот сейчас попьем кофе и продолжим на съемочку по Невской. Покажу вам Невскую, насколько приятное место. И оказалось, что меня здесь знают, и ко мне подошла Степина дочка. Привет вам от нее. Она пожелала остаться неизвестной в кадре. Я предложил ей зайти в кадр, но она не захотела. Очень приятно. И надо встретиться с Степой. Если Степа захочет, передаст вам всем теплый привет. Вот такое вот замечательное место здесь на Буйканах. Кстати, кто хочет со мной встретиться, попить кофе, можем здесь попить кофе. Можно чуть выше, тоже в хорошем заведении, вилла Нова, можно возле почты. Такая вот бодышка, тоже наша, местная, родная, потому что я жил на Невской, и поэтому считаю эту улицу своей, родной. Че я с Буйкан, и поэтому. Ну вот и все. Мы посетили это уютное место. Иду дальше на почту. И по возможности поснимаю вам улицу Невскую. С перекрестка Невской и Солдатской. Снова вот бывший магазин Мугурел. Сейчас это супермаркет Линелла. И напротив, где всегда стояли бабушки вдоль забора, на тротуаре торговали, почему-то их нету. Я так думаю, что их согнали. Потому что нету абсолютно никого. Вот здесь раньше походу, как я иду, где машины, был очень уютный газон такой. Кто с Невской, те помнят и знают. И как сейчас модно в Кишиневе, вот такие вот места переделывают под стоянки для автомобилей. Удобство клиентам. Но исчезает уют. Атмосфера такая, знаете, вот старая. Потому что здесь раньше были деревья. Деревца такие, кустарники. А сейчас их нету. Был такой маленький палисадник, какая-то парк. Какие-то стояли небольшие парковые скульптурочки. Сейчас их нету. Еще с правой стороны, если помните, стояли всякие будочки на Невской и слева. С левой стороны магазинчики. Остались некоторые. Часть с правой стороны все снесли. А вот наш бар, сосны, кипарис, как его называют местные, остался. Почта осталась. Все дома стоят на месте, без изменений. С левой стороны, вот здесь в проходе, был раньше очень уютный, маленький такой магазинчик. Его снесли. Там местные собирались, пили кофе, пиво. Ну, такой маленький, вот как эти магазинчики тоже. Такого размера. Очень уютные. Вы знаете, что я питаю страсть к маленьким магазинчикам, маленьким кафешкам, бодыжкам. Там, где есть такой социальный дух. Там, где все знают друг друга, соседи. Где можно взять продукты или кофе на список. Поговорить о простых вещах, которые совсем не простые. это наша жизнь. Вот бар кипарис с очень красивыми газончиками перед ним. Очень уютно. Вот такие вот цветочки классные. Очень уютно. Хорошая терраса здесь. такая тенистая соснами. Чем почему и назвали сосны и кипарис, потому что натирающие сосны очень легко дышатся. Вот здесь вот новое заведение открылось. Какое-то белье вин рок-н-ролл. Тут раньше был продуктовый магазин. сейчас его метро. Снаружи поставили для украшения такой мотоцикл Урал или НТ. Не знаю. Ну, короче, советский образец мотоцикла такого музыка. И вот еще одна бодыжка возле почты уютная. Тоже тут все местные все знают друг друга очень хорошо. А вот почта. 51 почта, которая дарит людям пенсию и радует подарками посылками из Китая. Конечная улица Невской. То есть, вернее, бывшая конечная 14-го автобуса. Здесь был разворот. Всем еще раз привет, кто жил в Невской на Буйканах. Михаил Катривецкий, вы меня спрашивали про эту остановку, про тетушку, которая продавала вино. Я пока не встретил никого из мест, кто бы мог меня проконсультировать. Повспоминать. Вот напротив 38-й дом. Олежка Богудский, привет. Вот все та же прикольная любимая овощная будка. Стоит с хорошими овощами, фруктами, хорошими ценами. Вот мы пришли в мой любимый магазин Калифса, где ваш автор покупает любимое хозяйственное мыло. кстати рекомендую у меня перестали выпадать волосы и можно реже купаться, я шучу конечно. Все. До новых встреч дорогие друзья. С вами в эфире был канал Кишинев Молдова и ее автор оператор режиссер Эдуард гора. До новых встреч.